Печальная новость не стала Юрия Тимирканова, великого дирижёра. Коллеги называли его камертоном интеллигентности и подлинного высокого искусства. Поэт Андрей Вознесенский термоядерным Тимиркановым, за сдержанную при этом страстную манеру управлять музыкантами. Лучшие оркестра и наши страны, и мировые подчинялись его рукам. Дирижёры молодые, они всегда думают, что надо всё переживать. Это смотря какого композитора. Прокофьев, он такой объективный. Прокофьев хитрый, он вообще не советский композитор. Он это прячет. Передавая мастерство буквально из рук в руки, Юрий Тимирканов всегда говорил, музыка это гораздо больше, чем написано в партитуре. И нужно уметь читать между нотой, ощущать её дух. Его мастер-классы, как и выступления, были похожи на спектакли. Ведь самое важное – выйти к публике, уже погружённым, в музыку. Нет, неправильно. Ты пришёл и... Да. Ты должен в состоянии, а вот так дать первое. И кто бы мог представить, что мальчик Юра, с которым Сергей Прокофьев познакомился в эвакуации в Кабардино-Балкарии в годы войны, станет одним из главных интерпретаторов его оперы «Война и мир». Но так уж распорядилась судьба, что Тимирканов в те тяжёлые военные годы стал единственным учеником городской музыкальной школы. Музыка симфоническая – это, конечно, самая высокая музыка из музык существующих. Поэтому у меня сомнений нет, не было, что симфония – это для меня. Уникальная фотография, квартет. За партией скрипки 10-летний Юра Тимирканов. Карточка из архива музыкальной школы «Нальчика». Народный артист, лауреат госпремии, профессор. Он каждый год приезжал сюда. И послушать Тимирканова, даже без оркестра, было особым удовольствием. Это длинная история, я коротко расскажу. Там был друбор Карлович Шейблер. Он педагог был по роялю. Юра гонял мяч во дворе, и учитель проходил мимо, и почему-то предложил заниматься музыкой. Мальчишка просто не посмел отказать старшему. Сольфеджио, ансамбль, гаммы. Когда школьный курс закончился, его отличника направили в Ленинград. Я первый раз ел первый, второй, третий. А до этого голодали? Голодал. Тимирканов шутил, смог поступить в консерваторию только потому, что его откормили. А так сил бы не хватило окончить сразу два факультета и аспирантуру. Он дважды окончил консерваторию. В 62-м как альтист, а в 66-м как дирижер. Хотя поступал, как скрипач и занимался день и ночь. Чтобы меньше заниматься, ад не такой сложный инструмент. Я перешел на ад. А дирижер еще легче? Дирижер еще легче, да. Дирижер совсем легко. Руками вниз, вверх, а музыка это играет. Ленинградской симфонии Шостаковича. Тимирканов дирижировал буквально сжатым кулаком, потому что проникался всей ненавистью к полчищам фашистов, идущих по русской земле. Он говорил, миссия искусства держать человека в человеческом облике, чтобы не озверел и не одичал. И это действует. Нет, нет. Посмотрите, что написано. Кира. Димирканов это аристократ. Это тончайший интеллигент. Понимаете, вот настоящие породы, породистые, справедливые, очень добрые, честные и какой-то родной человек всегда был. Вне зависимости от того, где мы с ним играли. Мы играли, полмира мы с ним объездили и переиграли огромное количество концертов. Тимирканов это гениальные руки. Таких рук нет ни у кого. Я переиграл с огромным количеством гениальных музыкантов, но спросите любого о руках Тимирканова, и он скажет, что таких говорящих рук, которые передают те чувства через его душу, конечно, дирижерскую, и руки передают те чувства композитора, который замыслил эти произведения. Тимирканов повторял, на чем бы ни играл музыкант, если это глубоко порядочный человек, его скрипка, виолончель или альт звучат великолепно. У дурного человека инструмент не звучит. Дирижер должен, это артистизм этот, каждого исполнителя, это желание играть не пальцами, не губами, а играть душой, вот это должен он каждый раз суметь разбудить у музыкантов. 12 лет Юрий Тимирканов возглавлял Кировский, нынешний Мариинский театр. В 88-м, когда великого Моровинского не стало, филармонический оркестр выбрал Тимирканова своим руководителем. И он дирижировал им больше 30 лет, без палочки, кончиками пальцев. Знатоки называли его дирижирование артистичным и чутким, ласковым и скорбным, гневным, вопрошающим. Один из многочисленных почитателей и таланта Юрия Тимирканова, президент России. Владимир Путин всякий раз находил время, чтобы лично поздравить выдающегося дирижера с днем рождения, послужить его оркестр и сказать слова восхищения. Благодаря Юрию Хатуючу мы погружаемся в волшебный, бесконечный мир музыки. Мы ощущаем его глубину и вселенский масштаб. Благодаря Юрию Хатуючу мы переживаем такие яркие чувства, которые невозможно описать словами. И за это вам огромное спасибо от сотен тысяч и от миллионов любителей музыки. Спасибо большое. Движение его рук во всем мире называли видимой музыкой. Он выступал во всех лучших залах планеты, со всеми возможными оркестрами, но своим ощущал себя только дома, в Санкт-Петербурге. В филармонии решили, что даже в такой печальный день музыка должна продолжаться. Трудно сказать, как мы будем жить дальше. Безусловно, наши планы концертные на этот сезон претерпят драматические изменения, потому что этот сезон планировался как сезон к юбилею. Этому должен был быть посвящен 23-й международный фестиваль «Площадь искусств», который будет, как понятно, теперь посвящен памяти маэстро. Сегодняшний спектакль «Мариинский театр» начал с минуты молчания по выдающемуся дирижеру. А потом была музыка, которую надо просто слушать и улыбаться, говорил Юрий Тимирканов, и плакать, не понимая причины. Ведь музыку понимать нельзя, ее можно только чувствовать.